Итак, здесь широкий фасад, хороший участок, правильная прямоугольная форма, фасадная часть по широкой стороне, 25 метров, забор у нас на фундаменте, давайте подойдем поближе, тоже посмотрим, забор на фундаменте, ворота будут откатные в правую сторону, две машины сюда вполне комфортно зайдут на вот это машиноместо. Квадратных метров, стены здесь также под покраску, потолок натяжной матовый, подосветительный прибор под люстру предусмотрена выемка, или у нас осталась неосмотренная площадь в кухне-гостиной, 19 квадратных метров она у нас составляет, натяжные матовые потолки с точечными светильниками над рабочей поверхностью. Друзья, добрый день, рада вас приветствовать на нашем канале Переезд Краснодара в Краснодарский край, меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс. Очень вас прошу, если вы еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, подпишитесь, это очень меня стимулирует снимать для вас новые хорошие видеообзоры в разных локациях, а также это очень любит наш YouTube и его алгоритмы. Сейчас мы с вами будем смотреть новый объект, находимся мы сегодня с вами в ближайшем окружении города Краснодара, станица Новотитровская, в ее новой части застройки, будем смотреть дом, который подходит у нас под все программы льготного кредитования, подходит под сельскую ипотеку, под господдержку, под семейную ипотеку. Домик у нас будет с полным ремонтом, на земельном участке в 5 соток, стоимость объекта будет составлять 8 миллионов 600. Давайте начинать. Итак, друзья, попали мы с вами на участок, давайте осматриваться изнутри. Сейчас начнем, как обычно, с вами ширина фасада и пойдем смотреть все по периметру. Итак, здесь широкий фасад, хороший участок, правильная прямоугольная форма, фасадная часть по широкой стороне, 25 метров, забор у нас на фундаменте. Давайте подойдем поближе, тоже посмотрим. Забор на фундаменте, далее у нас кирпичные столбы и обрешетка из двойного евро-штокетника. Входная калитка, от входной калитки дорожка выложена тротуарной плиткой, сразу ведет к дому, сделана крылечка, выведен свеж, что тоже очень приятно. Она вправо-влево, также плиточкой и увеличенная, да, такая отмостка. Предусмотрено место под клумбы с одной стороны и с другой, тоже очень радует. И вот такое парковочное машиноместо, на две машины предусмотрена здесь площадка. Давайте сейчас немножко пройдем и вот с этой стороны посмотрим на въездные ворота. Будет установлена автоматика, ворота будут откатны в правую сторону и две машины сюда вполне комфортно зайдут на вот это машиноместо. Давайте немножко вернусь, пойдем обойдем дом с другой стороны. Обратим внимание, что везде по периметру дома у нас сделана ливневка. В целом место здесь высокое по Новотитровской, воды здесь не бывает, но застройщик все равно предусмотрел эту приятную мелочь. С левой стороны мы обходим дом, чтобы все необходимые соблюдены. Очень хорошо вот здесь высаживается малина, ежевика, кустарники, крыжовники, смородина. Такое все, что не сильно обязательно, чтобы было очень-очень солнечно. Ну, либо фруктовые деревья тоже сюда можно посадить. Дальше мы с вами переходим за дом и попадаем вот на такую террасу. Терраса из облегченных материалов. Она у нас здесь деревянная. Давайте посмотрим. Все с пропиткой. Потолок под покраску, выведено освещение. В целом выглядит все очень достойно. Также сделано по периметру отмостка. Выложено это все тротуарной плиткой. Водосток у террасы также присутствует. Этот водосток тоже в ливневочку. Далее мы с вами обходим участок. И возвращаемся вот сюда, на основную часть участка. Как раз там, где мы заходили, у нас были откатные ворота и парковочное место. То есть дом смещен на участке так, что, ну, получается, левая сторона – это площадь застройки. А вот правая сторона – это, а это как раз площадь самого участка. Так, давайте еще раз обойдем. Обратим внимание, вернусь вот сюда на такие мелочи. Да, выведена сюда розетка. Тоже приятно. Водичка выведена на улицу. Вот сюда. Вот сюда хочу обратить такой выступ. Плитки сделаны не случайно, потому что здесь планируется место под газгольдер. Обязательно его установит застройщик. Он у нас предусмотрен в стоимость объекта – 8 миллионов 600. Потому что по коммуникациям у нас здесь с вами следующая ситуация. Свет подведен, подключен. Три фазы – 15 киловатт по тарифу. День – ночь. Скважина у нас 65 метров. Газовое отопление. Но это все у нас будет предусмотрено сюда от газгольдера. Сейчас пройдем с вами по техническим характеристикам объекта. Про коммуникации проговорила. Так, друзья, давайте пройдем по техническим характеристикам объекта. Дом у нас 2023 года постройки. Дом у нас на свайно-ленточном фундаменте. 2,5 метра сваи. Далее фундамент, лента. Далее у нас плита. Идет строительство стены. Внутри у нас газоблок. Сверху облицовочный кирпич. Крыша накрыта металлочерепицей. Четырехскатная. Фронтон и подшиты профлистом. Сделан водостоком. Мы также с вами прошли, посмотрели. Везде предусмотрена ливневка. По коммуникации, я вам сказала, еще раз быстро повторюсь. Цвет 15 кВт, 3 фаза. Канализация септик на 5 кубов. Газгольдер у нас будет предусмотрен на отопление. Вода скважина. Скважина на 65 метров. Давайте переходить к осмотру дома. Насматриваться внутри по планировке дома у нас с хорошим ремонтом. Так, друзья, давайте пройдем с вами по планировке. У нас двойной коридор. Сначала небольшая прихожая площадью 3 квадратных метра. С возможностью хорошего шкафа купе с правой стороны. Далее мы переходим в коридор 7,3 квадратных метра. По левой стороне у нас две жилые комнаты. Площадью 12,2 и 15,7 квадратных метров. Посередине расположился первый санузел. Площадью 5,6 квадратных метров. Санузел совмещенный. С левой стороны у нас жилая комната 13,8 квадратных метров. И рядом у нас площадь котельной. Но в ней же установлены второй туалет. Поэтому санузла, скажем так, у нас два. Площадь помещения 4,5 квадратных метров. Далее у нас кухня-гостиная. Площадью 19,3 квадрата. С выходом на террасу еще 11 квадратных метров. Давайте начинать и осматриваться изнутри. На входе у нас коридор. Первая прихожка. Там, где у нас лежит плитка. Там будет у нас везде теплый пол. Это коридор, прихожая, кухня-гостиная. И площадь санузла. Здесь же в коридоре у нас предусмотрена ниша глубиной сантиметров на 40-45 квадратных метров. Здесь станет хорошо. Потолок натяжной матовый с точечными светильниками. Стена здесь у нас под покраску. Давайте будем двигаться дальше. Переходим мы в коридор. И смотрим, как у нас расположились помещения. Давайте начнем с жилых комнат. Первая жилая комната с левой стороны. Площадь ее составляет 12,2 квадратных метра. Стена здесь также под покраску. Потолок натяжной матовый. Под осветительный прибор, под люстру предусмотрена выемка. Стеклопакет установлен, радиатор установлен. Вывод под кондиционер также предусмотрен. Розетки. Телевизионная зона здесь также у нас имеется. Стеночки все ровные. Под покраску. Чем хороша покраска? Хочешь такой цвет, хочешь другой. Хочешь зачистить и поклей обои. Сразу справа у нас расположилась еще одна жилая комната. Площадью немножко побольше. Давайте посмотрим. 13,8 площадь ее составляет. На полу лежит ламинат. Стена также под покраску. Под кондиционер тоже у нас вывод электрики есть. Под телевизионную зону, под розетки. Даже розетки, не под розетки. Неправильно говорю, розетки уже установлены. Выключатели. Все здесь у нас на месте. И третью жилую комнату. Давайте сразу с вами осмотрим. Вот сюда она у нас находится. Площадь ее составляет 15 квадратных метров. Самая большая комната в доме. Вот прям такой хороший квадратик. Стены также под покраску. Ламинат лежит на полу. Подолок натяжной. Матовый. Под осветительный прибор. Под люстру. Для тех, кто впервые на нашем канале, напомню, что у нас есть классный телеграм-канал. Если вы на него еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Там важная актуальная информация про рынку недвижимости именно Краснодарского края. Ссылка сейчас перед вами на экране, а также внизу в описании каждому видео. Далее мы с вами смотрим помещение санузла. Этот санузел у нас расположился между двумя жилыми комнатами по левой стороне. Площадь его составляет 5,6 квадратных метров. Санузел совмещенный, сантехника установлена, ванная мебель, плитка, стены облицованы, потолок натяжной матовый с точечными светильниками. Давайте все посмотрим внимательно. Все новенькое, в хорошем состоянии, электрические полотенца, сушитель. И место вывода сделано под стиральную машину. Нам тоже сюда, пожалуйста. По многочисленным просьбам в помещении есть подсобное помещение. Давайте смотреть. Здесь расположилась котельная. Все как мы любим. Газовый котел вынесен сюда. Он как раз с той стороны, где должен быть установлен газгольдер. На горячую воду установлен бойлер. Район активно газифицируется, поэтому через какое-то время газовый котел можно будет подключить напрямую к трубе, как говорится, и пользоваться уже газом. Теплый пол здесь же, там мы обратили внимание. Здесь также по помещению будет теплый пол, там где лежит плитка. Ну и здесь, с правой стороны, можно 30 сантиметров вполне поставить места для хранения. Так, комнату мы с вами осмотрели. У нас осталась у меня осмотренная площадь в кухне-гостиной. 19 квадратных метров она у нас составляет. Натяжные матовые потолки с точечными светильниками над рабочей поверхностью. Плюс место под люстру. И также сюда сразу у нас предусмотрены потайные корнизы, чтобы можно было повесить гардины. Батарея. Плитка под ламинат лежит на полу. Напомню, что там у нас будет теплый пол. Кухонный гарнитур вот по этой стене должен встать. Телевизионная зона. Дверки открыты, там понятно, да? Сюда у нас идет одна комната. Сразу вот прямо, потом дальше сам узел. Там еще одна жилая комната. Ну такая популярная, удачная планировка. Ну и выход на террасу обязательно. Давайте мы еще вот сюда с вами обратим внимание. Здесь у нас коммуникации. Теплый пол, фильтры, входящие на воду. Котел двухконтурный на отопление на горячую воду. Сейчас у нас работает от газового баллона. Система сейчас считает все автоматически. Система сейчас собирая управлять. Удачи!